Итак, здорово, братва! Сегодня сделаем четенькую-четенькую приборочку, то есть ее подсветим немножко, добавим немножко приборчиков в нее и, короче, ну все, увидите дальше. Первым делом, что нам нужно? Нам нужно выкорчевать нашу приборную панель из нашего автомобиля и притащить ее домой, ну или в гаражике это все сделать. Так, ну ладно, поехали, разбираем все, что разбираемся, моем и далее покажу, что будем делать с этой фигней. Так, ну что, для разборки возьмем универсальный мой наборчик и будем откручивать все, что откручивается. Цель снятия приборной панели это то, что при минусовой температуре, ну вообще частенько, короче, да, это неудобно что-то, вроде. При минусовой температуре очень часто не срабатывает возбуждение, то есть лампочка на приборке, у нее плохой контакт, как мне кажется. И вот сейчас по внешним следам, таким следам, как, ну, такое более окислившее состояние, поэтому я предполагаю, что нужно улучшить контакт лампочки методом ее припаивания к приборной панели, чтобы мне не приходилось приходить через 15 минут после прогрева и стучать по приборке, чтобы появилось возбуждение. То есть 15 минут у меня работает машина на морозе, чисто на аккумуляторе, я считаю, это критично. Так, приборка откручена, осталось еще два боковых. Ну что же, вот мы расчекрыжили нашу приборную панель, ну, маленько ее тут отмыли, какие-то все, этот, царапины. Так, дальше цель, так как у нас плохо видно нашу приборную панель, надо ее еще до кучи, ее затонировать. Поэтому берем самую дешевую китайскую тонировку, стоила она 100 рублей, называется узкая. Как интересно, что в комплекте есть даже ножик. Так, ножик и этот разглаживатель. Или как он? Насколько я знаю, стекло надо брить, но так как это не стекло, это пластик, брить я не буду, но обрезать буду этим ножичком. Так, теперь находим клеевую основу и закатываем нашу приборку в ноль. Тонировать я сам не умею, поэтому объяснять как тонировать я не буду. Находим клеевую основу, клеим сверху. Стекло я разбирать тоже не буду, слишком это все будет долго и муторно. Итак, братва, короче, уже прошло где-то часа три, меня уже трясет от этой приборки. Я ее затонировал, короче, раза четвертого, пятеркой. Уже сделал ленту, все подключил и, короче, темно. Добавил там еще одну ленту, вот такую полоску. Ну, то есть, хотел сначала такую полоску одну сделать, ее тоже мало. Теперь вот делаю обратно эту штуку по кантику и немножко по-другому сейчас сделаю. И покажу. А, да, еще вольтметр закрепил. Вольтметр вот так закрепил. Вместо там зеленой какой-то лампочки, которая я ни разу не видел, чтобы горела. Такие дела. Далее что-то комментировать я не буду здесь расчекрыжевал, чтобы у меня влез вольтметр. Дальше комментировать ничего не буду показывать, потому что уже бесит. Уже бесит, реально бесит эта приборка. Так она как-то коряло сделана, что когда ставишь вот эту маску, которая вот эта, то получается, что света вообще мало. Так что сейчас немножко по-другому переделаю, быстренько припаяю провода и покажу вам готовый уже экземпляр. Ну что, вот что получилось у меня, короче. Здесь должен был быть блютуз-модуль. Теперь будет модуль с пультиком, с ИК. Далее припаял подсветочку. Вот синий-красный от блока. Блок уже идет на ленту внутрь через отверстия. Вот выходы. Так, и вот отсюда выходит вольтметр. Вот минус и два плюса на запуск. Ну то есть на запуск и на сигнал. И приборка вот такая вот. Ну просто как бы ее тут нету. Сейчас все подключу и буду проверять, как это все будет работать. Ну, кстати, отражение четенькое. Так, ну ладно, что? Включаемся через одно мгновение. Левое не получается. Так, ну что, парни, движ, короче, такой. Ну как, я уже давно ее поставил, приборочку. Уже поездил, все протестировал. Припаянная лампочка на возбуждение, короче, работает отлично. Проблем никаких не возникает. То есть теперь с автозапуска спокойно заводишь. И знаешь, что у тебя генератор работает. Это плюс. Так, ну что, давайте. Ну приборка уже, как видели, затонирована. Что-то тут вроде даже этот свет не добавляет. Так, ну давайте, повернем зажигание. Так. Напоминаю, затонировано одним слоем пятерки. И светодиодная подсветка плюс вольтметр. Поворачиваем зажигание. Значки все читаются. На вольташний смотрите. Генератор дохлый. Вот. Ручник. И здесь, в принципе, заводим. Напряжение у нас 12, ой, 12, 13,6. Включаем свет. Ой. Включаем свет. И вот такая у нас приборка. Все читаемо, все чутенько. Сейчас пультик. Красненький. Синенький. Беленький. Немножко цвет не так передает. Ну, короче, вот такая приборка. Сейчас еще и другие цвета. Розовый. Голубой. Фиолетовый. Зеленый, опять же. Светло. Ну, вот такая приборка получилась. В принципе, можно сделать прыгающий. Или стробоскоп. Ну, вот с пульта. С обычных пультов. 44 программы. Можно настраивать. Ну, это дичь. Тоже дичь. Ну, вот это еще более-менее прикольно. Можно убавить скорость. Ну, короче, все знаете эту RGB-шную ленту. Что я рассказываю. Можно убавить яркость. Если слишком ярко. Что-то в этом режиме, кстати, не убавляется. Так, включаем зеленый. А, прибавить нажимаю. Можно убавить. Можно прибавить яркость. Ну, что, вот такие дела. Кому понравилась приборочка. Блин, не знаю, днем показать вам ее не понравилось. Но она вообще охуительная. Просто как будто ничего нету. На табло. Ну, вот сейчас просто выключаешь приборку. И все. И вольтметр. Вольтметр немножко врет. Когда много потребителей включаешь, он, короче, за счет того, что он запитан от приборки, он начинает немного писеть. Ладно, парни. Кому понравилось. Ставим обязательно лайк. Кто любит жиги-дрыги. Всем респект. Удачи. Четкого дрифта. Все. Давайте подписывайтесь. Ставьте лайк. Пока.